приветствую вас новости онлайн сегодня краткий сжатый обзор на основных вещественных рынков с вами Мишель Мах начинаем перед вами сейчас карта фондового рынка тепловая и как вы видите по преобладающим цветам это у нас сброс акций в принципе конец года конец квартала предмогодние праздники это порядке вещей единственное наверно только отличились мексикой бразилии ну там был гран-при формула-1 были туристы были и соответствующие компании петролиум нет петролио вот так вот надо говорить болеем производители авто запчастить соответственно подросла у нас в мексике группу телевизика и америка мобил и по еще таким вот отличились которые по за недельку это африка с добычей золотом goldfields и англоголд то есть там еще более-менее держится все на этом китай очень-очень-очень-очень просел и соответственно канада обратить внимание royal bank канада железнодорожные сам life и так далее практически весь сектор кроме вам будет банк и да и все в целом значит германии тоже просили акции держится пока bio течь соответственно за счет ажиотажа по пандемии судя по всему если посмотреть на тепловую карту за даже за месяц за неделю пускай вот по фондовому рынку то уже явно не планируют покупать не гостиницы то есть кастал airlines тоже просили вот нас получается energy и стрим потом троллим тоже нефтяные просили и вот на плаву пока за неделю это остался apple этот один процент фейсбук со своим мета бросил так google два процента то есть но сброс вполне в конце года и в конце кварталов на самом пике еще объясним из таких еще которые выделить на файзер естественно он всегда вот пока будет паникой и модерном все ну циска даже большие этого и просели на 2 и 8 то есть а их 6 и 7 и чай и 6 2 ну прилично даже вот инсектор виза мастерка все особенно банки тоже тут все примерно основные банки значит три четыре четыре процента просили оболнивал но вы бы тоже наверно в конце года на самом пике немножко бы фиксили тем более уже на носу как бы черная пятница уже была соответственно те плюшки которые были до черной пятницы они уже розданы это вот снп за неделю ванник и тут пернаем самый передовой как говорится модерна естественно работ и файзер все но apple не за за то кто кто разгоняет эту акцию конкретно все больше все все остальные даже вот банков америке 5 процентов jp morgan 3 4 microsoft 2 и 4 google 2 facebook 9 мета twitter все тебя просели и вот только биотек модерна тогда это был обзор в общем за неделю по тепловой карте а перед вами сейчас снп в корреляции с фис x серый график и физик смп биографик то есть фис x уже начал уходить ну заканчивать раздачу плюшек 23 числа уже ушел склонение было порядком 184 тика и ну у него в реакция на черную пятницу было про очень ажиотажные 26 числа прям просели силе пролёт волатильность была наверно половину всего движения на рост за день день 5 вот ну и сейчас волатильный флэт без каких-либо сомнений и двигаемся к минимуму недели что и все секс что и сам пио в общем пока картина вот такая давайте двигаться дальше у нас сильно первый обзор и здесь сразу бросается в глаза это давай сейчас пока по ликвидности этот контракт уже в принципе завершён можно так сказать три недели точно уже отторговались по ликвидности в особенно эта неделя отличились волатильность ликвидность очень повысилась и 64 6 по 72 так особенно вот этот коридор очень жестко каждый день ядро формировали возле 68 то есть четыре торговых дня ядро сформировали в одном том же по сути коридоре плотный коридорчик и он по итогу отпечатался у нас как активный их по байерам вот исходя из открытого интереса вполне могли фиксить продажи соответственно так и зафиксировалась вот это дельта но тут все-таки нужно учитывать завершение как бы контракта январьского знаете сейчас глянем на февраль посмотрим какая там тоже видите волатильная достаточно без направленная активность флэтовая но здесь видите здесь на февральском агрессоры больше работали на бае могут сейчас еще на новом но на следующей неделе вынести стопари у всех байеров коридор здесь порядком шестьдесят девять и два по шестьдесят шесть и восемь ну ядро этой недели вот собственно вот таким образом это самое плотное дроны я бы захватил даже вот весь этот коридор как поле битвы этой недели и как только цену ценушку вытолкнуть за вот этот прекрасный уровень шестьдесят восемь восемь у нас явно откроется второе дыхание на покупку и могут еще прикупить но чем ближе к февралю марту тем меньше будет спроса на нефть или продукты и соответственно таким образом нужно будет уже аккуратнее по тренду следить вот такая вот активность это новый контракт февральский бомб свеженький который вот уже потихонечку набирает обороты по ликвидности здесь еще не топчик 90 пока тонну и не самые низкие по активности дни были то есть на следующей неделе уже будет практически весь объем там это было все то есть крайне удивительно тормозят четыре дня стоят прям коридоре никаких сильных падений то есть вот этот вот маневр который был 26 числа он принципе здесь отторможен его остановили и дельта здесь 6,6 и 6 тонн соответственно это на склейке отчасти тут январьский контракт фигурирует то есть из пяти сессий 4 на покупку если бы была дельта прям совсем такая 2 там 3 можно было бы списать на фиксы шортов но здесь ровно 6 и 6 два дня одинаковая дельта а здесь вообще было 8 соответственно но покупать можно спекулятивно желательно не торопиться вот дождаться хотя бы чтобы вернулись в 68 и там уже на дальнейшие покупки смотреть непосредственно локально внутри торгового дня по событиям которые ждут нас на следующей неделе если не ошибаюсь процентной ставки по канадскому банк все остальное по мелочи вот самые важные события которые будут ближайшие вот новостные это 15 16 и 17 числа поставьте себе смартфон это будет америка европа россия и если не ошибаюсь британия 4 банка таких по процентной ставке вот здесь может быть катализация какого-то тренда до этого момента все что там будут объявлять выходить нефть особенно смешные отчеты по безработице там посмотреть непонятно вообще откуда не эти рабочие места берут в общем такая картина так что ребят подумайте я вам уровни свои мысли вы все равно принимать решение самостоятельно 74 по 75 76 74 с половиной по 76 тут ребятки которые шертили тикаря и соответственно этот уровень могут повторно еще проявить а по вот этой неделе в как вы видите здесь практически все усеяно покупками практически весь коридор вот самое плотное ядро вот этих байеров соответственно выводы делать и самостоятельно солеров уровня не много вот еще и семь с третий ровно уровень практически нас на это было сеялись двигаемся дальше и так криптовалюты в вернее на крипту который на семье самый ликвидный пик у нас в октябре был там до 13 то на пробу это как раз был хай по битку 60 сколько там 68 по счету ну так в общем не осилили не толкнули до 70 критос ожидаемо до 55 пришелся и ликвидности не слабая но пока такой прям жесткой вспышки ажиотажа под конец квартала не произошло что в целом и хорошо то есть идет ликвидность вроде 4-6 тонн там пять пять с половиной семь вот но здесь что самое интересное это идет вторую неделю подряд то есть две недели стоят в одном диапазоне давайте поближе покажу график вот нас активность она в принципе заметно все две недели стоят в коридоре 56 500 по 58 500 в этот диапазончик они проторговали отлично и уже была попытка побега 26 числа как раз в пятницу черную не да 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 похожий похожий сценарий накрывается вот в эту же пятницу подписи они тоже вышли из коридора и непосредственно могут могут открыться обратно 58 если такой произойдет очень большой шанс что начнем потихонечку расти значит то есть как бы снять из топорей сделали и вернулись обратно по вот этому уровню пока все в силе 60 практически 3 до 60 с половиной здесь весь коридор на продавцах так и остался вполне могут повторно там заинтересоваться продажами как видите поддержки плотной пока нет тут отличились пока 58 и 57 с половиной это две цены которые интересуются крупных участников по крипто рынку и 56 8 это три уровня именно точечных немного здесь было байеров за счет вот этих ребят и вот этих вот кридору 60 там 59 800 по 59 200 такие как бы остатки соответственно из сценариев которые нас ждут по открытому интересу у нас идет завершение как бы контракта если не ошибаюсь декабрьского сейчас посмотрим декабрь а вот только наоборот он только начался вот прошлой неделе до старт соответственно вышли на уровень 10 тонн и пока вот пофиксили вот из этого резкого движения как раз был сброс 100 париков насчет по дельте 329 пик пришелся на 26 число и вот 398 то есть очень похожая картина вышли в следующей неделе торгуется выше то же самое может вполне повторится здесь и и палка два раза в год стреляется то есть будьте внимательны вполне могут вот такой хитрый манер сделать здесь уже на чисто на декабрьском у нас и по 200 контрактов были покупки то есть из 5 сессии 3 на стороне байера и давайте покажу вам поближе то есть ядро как раз и является вот этим диапазоном все 6 858 ровно поближе посмотрим сейчас эту активность значит тут ликвидность чуть поменьше было как видите она появилась только 23 числа если смотреть на склейки оба контракта накладываются и то активность по байрам здесь плохо просматривается сейчас я сделал темнее вот эти уровни берут даже вот теперь будет вам хорошо видно обратить внимание по фильтрам байров селлеров какая активность в этой неделе здесь по большей степени фигурируют продавцы и продавцы целые пласты такие байеров мало и если есть они достаточно необъемные вот этот уровень прошлой неделе поддерживали прям не стеснялись то есть логи брали три дня 1 2 3 то есть поддержка имеется пробивают этот уровень и следующей неделе снова торгуется в том же диапазоне а вот на этой неделе уже пласты байеров вот сконцентрированы как раз на этом же диапазоне они очень ярко выражены особенно еще вот эти вот наполненно на верхушках не то есть байеры которые покупают на хая дня это те кто знает куда пойдет цена ближайшее время ну в общем если основной мой сценарий к будет отыгрываться то есть в любом случае подождите пока где 57 с половиной 58 цена вернется в этот же коридор тогда будет шанс что это действительно смотрящие стопорей блокпорт 60 с половиной по 59 800 тоже возьмите на заметку ну и в целом все по неделе вот у нас ядро одно вот второе это без склейки и вот подойти смотрите эта неделя вся наша так была практически весь коридор там даже нет 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 уровня который можно выделить а вот эта неделя 70 процентов диапазона недели у нас байеров этот коридор ну самая концентрация идет здесь это был биткойн ну вот мы добрались до золота соответственно фиксации по фондовому рынку любом случае заработанное нужно куда-то срочно не задумываясь вложить и почему бы не в золото крайне часто при снижении фондового рынка инвестирует непосредственно золото стабильно надежно и это уже неоднократно замечено сейчас перед вами котировочка на фибраль с поставкой феврале значит фьючерс февральский первая неделя 240 контрактов оборот 30 числа был такой двухъядерный день и по дельте у нас получается здесь нейтральный то есть 129 контрактов когда рядом 2 700 абсолютно нейтральный день то есть прошлая неделя начала контракта была позитивная со стороны байеров то есть из пяти дней три на покупку просели здесь тоже самое то есть 29 было 800 почти на покупку и 2 3 вот полторушка пятница вроде как остепенилась возвращается к своим хм но пока в середине торговой недели ядро по сути у нас можно взять это вот это пласт непосредственно 1785 по 1790 и вот пласт по 1771 по три семерочки вот три семерочки вполне может себе проявить в качестве поддержки потому что здесь все полосную массивы байеров в основном то есть получается 30 числа при такой дельте все равно здесь захватили коридор байеры то есть есть хорошая активность на самых лаях начали активно проявлять здесь тоже весь коридор в байерах ну и соответственно сегодня вот стартовая такая концентрация была с трех семерок вернее 1771 и пока вы толкнули также вот здесь замечен покупатель на хаях и коридор в итоге получается новом контракте очень неплохо себя показывать 1790 и 1796 и вот эти три семерочки даже можно взять 1778 по 1772 мы весь диапазон даже есть крупные байеры есть точки вот так вот значит по сопротивлению у нас идет 87 по 81 как раз среда надо поставить alert пробитие 1789 принципе уже облегчает процесс роста мы как раз сейчас на и wp давайте теперь посмотрим склейку и там будет картина уже за длительный период вы посмотрите уровне у нас таргетировано ожидаются значит просто плита на 18 с копейками там сколько на 68 по 1856 здесь как вы видите в открытую набросали шартов то есть весь коридор это сопротивление вот прям сейчас ставьте этот уровень себе на заметочку в сетку важных ключевых уровней это все радоваться будут они про тот повторно проявляют свою активность или интерес к фичерс на золото уже вопрос на тот момент нужно задать и смотреть как будут они защищаться вообще появится ним но сам вот этот пласт который двух недель и такое это прям очень шикардос значит вид облупи как вы видите у нас пока идет с вектором на шорт но вот на следующей неделе думаю все уже решится здесь идет достаточно резкий разворотец и все решается если будут хорошие бульсы на бае вполне можем пройти и выше 1816 и далее так как у нас тут есть как раз диапазон еще 100 недель вечер то есть на прошлой неделе три дня на этой неделе четыре тоже три дня на покупку и мы как раз откорректировались до уровня поддержки которые еще были сформированы начале октября то есть все что они с октября набрали на май вот зафиксились как котировочка вернулась как говорится на исходе вот такие вот ситуации по золоту и вот думаете как если вы не в позиции не в покупке естественно если будет резкий возврат опять в коридор этот уровень очень наклевывается соответственно можно будет разместиться на бае тут два дня последних тоже были покупателем тормозили вы тут весь short обратите внимание сразу три дня пошли и байеры тормозить все продажи то есть вот три дня не тарелись в диапазон номер 1 для ориентиру то есть они уже здесь зашли как раз 1 и 1 2 в этом месяце и прошлом то есть прошлом месте и вот то же самое происходит сейчас начале месяца сейчас так что если будет импульс на бае от неплохо не пропустят особенно вот уровень 17 93 с половиной если здесь будет заминка какая-то очень большая катавайся со стороны продавцов вот этот его позончик он может сдерживать тогда поставьте на паузу или хотя бы без убыта перейдите если вы в шортах висите с 818 2 0 и либо же даже раньше в это круто спект и соответственно вам нужно преодолеть 1772 чтобы прошли тут как раз и на 1778 есть байер это было золото лишь на контракт на рубль в общем здесь и вами open interest показатель фиксируется то есть рост потихонечку пиксит конец контракта на сок спирация неизбежно поэтому это в порядке вещи по ликвидности был ажиотаж по объемам у нас один разок это как раз 12 числа потом начинали раскачивать 3 здесь три подряд дня столкнули на бай и три дня на этой неделе так раз вот short который был по 4 миллиона и выше сейчас обороты снизились соответственно и уровень вот этих покупок которые были на вот этой неделе мне кажется к ним и откорректировались видо блоки здесь в районе 73 можно отметку поставить и это очень-очень забавно то что они сползают не не падают сломя голову а в реально сползают три дня особенно последних но и посмотрим вот этим у нас получается опять же тоже подойти кота вася здесь вы видите что было четко продавили здесь 350 тонн стартанули то есть с 18 по 24 число каждый день агрессорный бай каждый весь этот период но если вы зашли раньше позицию этого просто спокойно держите покупки и первое у нас продавцы появились 29 числа вот здесь тут как бы и по биктрейдом вида что они появились так вот здесь тоже еще есть по текущей неделе у нас среду как бы сражались но дельта нейтральная по сути 25 тонн и в пятницу 64 то есть вполне может быть фиксация вот этих шертов как раз пятницу или же даже в среду то что 102 тонны четверга по сути так особо то не сместили цену тем более вернулась фича обратно на 74 то есть два дня по сути в одном ядре отрываются здесь как бы продолжили и здесь получается у нас итоговая на покупку по неделю мы берем ядро как раз вот этот весь процесс трехдневный попадает под этот уровень и здесь у нас пять сессий получается на диапазоне 75 с копейками по 74 900 и того здесь в основном фигурируют байеры посмотрим сейчас подойти на на прошлой неделе это как раз этот коридор 75 500 75 ровно на этой недельке немножко в добавили но байера больше проявили себя на этом диапазоне опять же это может быть вполне фикс вот этого коррекционного момента потому что в общем как бы неделя и вроде объемная но тормозить начали шерсты только вот здесь как раз тут у нас очень плотный уровень спот тоже пока с продажами особо не подсказывает какая у нас будет активность по дельте как вы видите ровно идут по пол миллиона по 400 тысяч дисбаланс и ликвидность продолжает держаться ну по крайней мере продолжала до 1 декабря то есть вот весь рост он с 12 начался хорош такой ударный на хорошем объеме и вот он успокоился только начале декабря как только декабрь появился значит по максимальным сделкам у нас фигурирует 21 тонна и 18 на продажу то есть неплохо неплохо вполне могли пофиксится и тут как бы тоже сползающие три дня никаких особо хороших маячков вот сайлеров не имеется в любом случае если ценник пока удерживается в этом диапазоне как раз там где ядро деле лучше если вы планируете покупать то лучше дождаться прострела значит 74 уходит ниже вот этих уровню продавцов которые сформировались вот здесь ну явно покупать не стоит и поставьте на паузу внутри дня вот такие вот идут крупные тайны по 20 но здесь 18 21 и 48 я думаю это вот это они это образились и и дабы луки тоже уже откорректировались они вернулись до wp и сейчас вполне могут сместить тенденцию поэтому с покупками очень аккуратно и тут как бы напрашивается просто фикс перед экспирацией соответственно прогнозируемая реакция делать и выводы snp перед вами тепловая карта фондового рынка за месяц тут файзер модерна amazon apple все те же душами тёлки юсби здесь в общем но обратить внимание финансовые секторы банки не очень хорошие ситуации даже вот большие морган стэнли и джипи морган баг paypal прям сильно вот эта вся активность она сейчас вот здесь отобразилась и по ликвидности облить внимание это сейчас подгружен график snp с 7 июня то есть грубо говоря лето и осень очень аккуратный еле-еле рост потом все-таки экспирация у нас начинается сентябрь как раз вот тут похоже активность началась здесь пофиксировались и повышенными объемами за 2 миллиона вот здесь частенько простреливали не то есть вот этот участок очень волатильный и очень такой опасненький был момент раскачали набрали за две недели объема и ушли до 47 с копейками значит вот тут у нас уровень был до миллиона обороты и сейчас два с половиной 27 то есть вот эта неделя особенно отличилась очень большие объемы скорректировались опять же 2wp то есть уже мы достигли средневзвешенной сны ниже уже только давление агрессоров фиксация как раз до средневзвешенной вполне объективно ожидаемое но идут хорошие объемы то есть пытаются вот в эту неделю сейчас выпрыгнуть по открытому интересу мы видим с вами что пока сильно большой ажиотаж на сброс не замечен и подойти у нас идет вот такая активность то есть продавцы практически не успокаиваются буквально одна сессия была 19 дельта на байт 30 числа и она уже давным-давно позади неделя на лоях 2wp уже достигнут соответственно все движение ниже уже будет явно не способствовать покупкам напомню что для снп если торгуете индекс с соответственно 15 16 17 будет как раз стартовая точка для мартовского контракта здесь будет 33 4 банка процентных ставок отчеты эта неделя будет попросту переход объема с одного контракта на другой нет это каникулы то есть это стандартно я уже рассказал я в начале контракта частенько агитировал на ну то есть рассказал о том что перед черной пятницей дают плюшки бонусы видео стабильного роста закончились эти плюшки уже ну то есть когда это все можно было фиксировать как только пошли эти две сессии такие прям на сильно отключу контракт оставлю только декабрьский без клейки вот у нас прошли хорошие объемы и 25 26 точно уже можно было заметить что что-то не так хотя неделя стояла на одном диапазоне здесь очень сильный уровень сопротивления по выходили и добавили еще 46 56 значит по уровнем которые могут еще править себя в качестве поддержки срочи 56 здесь плотно до трех четверок и у нас получается ядро 44 30 но второй массив 44 3 44 50 и соответственно здесь 43 40 по 43 60 это уровне основные которые остались подойти как видите здесь пока никаких особо покупателей не замечено то есть две и две недели идут в основном агрессор на шорт с вами был мишель амак всего на лучшего состояния пока